приветствую мы находимся в центре города тверском районе здесь от малого каретного переулка до садово-самотечная улица эта часть садового кольца проходит лихо в переулок двухсторонним движением трабильного транспорта по одной полосе в каждом направлении длина и уставляется около 200 метров вначале назывался дурной переулок по фамилии какого-то местного дома владельца или кривым и тупиковым переулком до конца непонятно почему было дано это название может какие-то люди были еще где-то 100 веке дали такое название и до сих пор он сохраняется вот здесь находится его три жилых дома это 7 этажный дом под номером 5 начал 20 века бывший доходный дом на первом этаже находится не сама 0 полиция и так далее трехэтажный дом под номером 7 конца 19 века бывший доходный дом тоже и 6-этаж дом под номером 8 начал 20 века раньше тут были коммуналки в советское время на эти квартиры разные богатые люди живут и остальное то сном офисные здания офисные здания под номером 2 3 строение 1 начал 20 века офис на за не под номером 3 раньше здесь находился представитель администрации города омска в москве вот редакция журнала автомобильный транспорт двухэтажное здание ну и другие организации также офисные здания панирование 30 2 и по номером 4 трехэтажные здания бывший доходный дом офис и здание по номер 4 страния два двухэтажные который раньше принадлежал в центральной студии документальных фильмов. Офисное здание под номером 10, двухэтажное. Ну и самый главный объект, конечно, это улица. Это, несомненно, является издательство, библиотека, музей, главное здание православного свято-тихоновского гуманитарного университета с храмом святого равнопостного князя Владимира под номером 6. Здание находится в центре переулка. Это бывший московский партиальный дом начала 20 века. Центр общественной духовной жизни города Москвы. В 1917-1918 годах здесь проходил поместный собор в русско-тарстанском церкви. В 1920-х годах здесь находилось также общество любителей духовного просвещения. Ну а в советское время, в 1934-м годах, здесь находилась центральная студия документальных фильмов. Ну и, естественно, при этом дом был значительно перестроен. Ну а потом, в общем, пришел сюда православный ступ. Отобрал помещение в центральной студии документальных фильмов. Причем все это проходило со скандалами, не хотел оно уезжать. Ну и, в общем, в итоге все равно пришлось это сделать. И при этом была проведена реконструкция зданий, ну, естественно, подружного православного университета. Вот этот дом, ну, в любом случае, он сохранил, конечно, свою такую стилистику. Ну, свой, в общем-то, такой вид интересный, необычный. Поэтому, ну и другие здания тут тоже, видите, довольно много начала 20 века зданий, которые сейчас находятся в офисах, а также и жилые дома. Поэтому я рекомендовал бы сюда приехать, посмотреть этот период, думаю, будет довольно интересно. Но доехать сюда довольно легко. От метро Маяковска на троллейбусе B47. Сейчас, по-моему, это уже не троллейбус, сейчас по садовому троллейбусу нету. Сейчас, ну, автобусы там B тоже есть. Сейчас садовое кольцо проезжает. И доехать на этом автобусе B, да, снова театр Куков имени Образцова. Находится он на садово-саматичной улице. И дальше пройти пешком через садово-саматичную улицу. По перевоку вообще странспорт не проезжает. Приятных прогулок и до новых встреч на улице.